Рефери считает, что случайным было это попадание, но оно действительно так. Харрисон, отличавшийся любовью к работе по корпусу, довольно часто наносил удар, ну так скажем, в зону, либо близкую, либо уже за гранью дозволенного. Впоследствии он побеждал хороших боксеров, таких как Вильяма Абеляна, как Майкла Броуди, как Нидаля Хусейна, была ничья у него с Виктором Поло. Ну то есть действительно это был очень приличный чемпион мира и оставаться бы ему таковым еще долго, если бы не проблемы вне ринга. Вот здесь вот типично шотландские проблемы обуяли Скотта Харрисона. Тут и лечение от алкоголя, от депрессии, проблемы с полицией, драки в барах, даже обвинения в краже авто. И после 2005 года никак он не мог встать на боксерскую стезю, никак не мог на нее вернуться. И вот в 28 лет он по сути ушел из бокса с очень хорошим послужным списком, с хорошими достижениями, но все-таки по-настоящему он не раскрылся. Были у него прекрасные бои, о них я уже говорил, но вот такого звездного статуса по мировым масштабам ему не удалось для себя организовать. Конечно, рассказалось то, что он дрался в основном у себя на родине, в Шотландии, сюда привозили ему чемпионов мира и экс-чемпионов мира и просто сильных боксеров. Ну а вот так, чтобы выступить в США, слава тебе загремела по всему миру, а без американского телевидения это невозможно. Вот таких достижений у Макалака нет. Посмотрите, как здорово работает он с переходом с корпуса на голову противника, как тяжело. Полтеру Эстраде, надо дать ему должное, он принимает встречный бой, он ищет счастье в атаке, но его левая, которая отправляла на настил ринга менее опытных и мастеровитых соперников, против Харрисона абсолютно не действует. Хотя Харрисон пропускает удары, но держать их он умеет, надо сказать. За свою карьеру он был нафаутирован только один раз, ну и то это не нокаут, естественно. Проиграл он техническим нокаутом в четвертом поединке, бой выиграл, ну трудно не выиграть соперника, за плечами которого 80 поражений. Но из-за рассечений бой был остановлен. Плывет Эстрада, он уже падает просто от движений Харрисона. И вот в таком размене, правый-левый, который очень нравится публике, достаточно одного точного попадания и все будет кончено. Что и происходит, удар справа, очередной нокдаун и Хенара Родригес останавливает этот бой, фиксируя победу Скотта Харрисона. А сейчас вспомним одного из лучших бойцов первого полулегкого веса 90-х годов Билфреда Васкеса и одного из ярчайших представителей легчайшего веса Орландо Канезалеса. Васкес, защищающий в девятый раз титул чемпиона WBA в первом полулегком весе в красных трусах Канезалес, для которого это первый бой в новой категории в синих трусах. Чуть-чуть выбивается этот поединок из нашей темы, он все-таки не среди полулегковесов. Но можно сказать, что по старым меркам, старинным меркам Билфреда Васкес типичный полулегковес. А Орландо Канезалес боец, который хочет попробовать себя в новой весовой категории. Он оставался долгое время чемпионом IBF в легчайшем весе 16 успешных защит с 88-го по 94-й год. Он оставался чемпионом мира, но а не проигрывал вообще с 86-го года. Восемь с половиной лет. За это время одержал 27 побед, зафиксировав в них 19 нокаутов и один бой считается несостоявшимся. Канезалесу 29 лет. Его соперник младше всего лишь 24 года. Билфреда Васкесу, хотя выглядит он немножко старше и уже очень приличный послужной список. У него длилает юбилейный 50-й бой. 41 победа, 32 нокаута, 6 поражений и 2 ничьи. В то время как на момент этого поединка у Канезалеса 38 побед, одно всего лишь поражение, 1 ничья и 26 нокаутов. Для своего любимого веса, для легчайшего, у Канезалеса очень мощный удар. Но в полулегком его ударная мощь оказалась не такой обескураживающей для противника. И понимал он, что держать вес ему все сложнее с годами. Однако вернуться к выступлениям в легчайшем весе он уже не смог после боя, который провел против Билфреда Васкеса. Через несколько месяцев с аналогичной проблемой столкнется и сам Васкес. Он пуэрториканец. Не сказал я об этом. Канезалес американец. Он из Лорета, штат Техас. Ну а так как бой проходит в Сан-Антонио, то, конечно же, публика поддерживает Канезалес, которого здесь обожали. И очень много здесь американцев, мексиканского происхождения, которые оказывали ему огромную поддержку. Так вот, Васкес через несколько месяцев будет вынужден перейти в следующий вес. Забегая вперед, скажу, что он проиграет Антонио Цермена свой титул во многом из-за этого. И затем станет чемпионом WBA еще и в полулегком весе. И будет таковым оставаться до встречи с Насимом Хамедом. Насим Хамед нокаутирует его, когда преклонным по боксерским меркам будет возраст Ивелфред Васкес, будет ему 38 лет. Но это произойдет позже. А о том, как закончился бой Васкес-Канезалес, мы с вами узнаем после небольшой паузы. Экстрим Комфорт от Нивея Фомен. Бальзам после бритья нового поколения. Натуральная формула Майкротек активно борется с раздражением кожи. Не соглашайся на раздражение. Экстрим Комфорт от Нивея Фомен. Разве кто-то сможет устоять? Ведь Альпенгольд – это идеальное сочетание изысканных начинок и великолепного шоколада. Минуты настоящего удовольствия. Альпенгольд. Когда хочется шоколада. Ягоды должны быть целыми и невредимыми. Впервые появился йогурт, полный целых ягод. Самых спелых и сочных. Чтобы подарить вам неповторимый вкус с самого утра. Попробуй чемпионский лосьон после бритья от «Жилет». Именно он завершает твое свежее бритье. Новый лосьон после бритья «Жилет». Чистое и свежее бритье в самый раз для чемпионов. Здравствуйте. Сегодня мы готовим яблочный фреш. Мы берем яблоки и откладываем в сторону. Они нам понадобятся позже. А сейчас берем полгода. Берем бесплатно. Тщательно перемешиваем полгода и бесплатно. Получаем тариф «Билайн» яблочный фреш. Украшаем яблоками и общаемся полгода бесплатно. «Билайн» живи на яркой стороне. Хочешь получить от жизни еще больше? Открой фруктовое удовольствие с новым чаем «Липтон» со вкусом малины. Вся польза чая и освежающий вкус спелых ягод малины. Живи со вкусом. «Липтон» – вся сила чайного листа. Эх, кому Новый Год, а кому трудовые будни. Объявляю перерыв! Зато потом на целый год в отпуск. Есть перерыв, есть Кит-Кат. «Тайгер Вукс» выиграл свой первый чемпионат в пять лет. Все еще остается чемпионом. «Роджер Федерер» – четыре года подряд лучшая ракетка мира. «Тиери Анри» выиграл чемпионат Европы и мира за два года. Каждый день это шанс показать миру, каким феноменальным ты можешь быть. Таким, как «Джилет Фьюжн Пауэр Феном». Его мягкие микроимпульсы уменьшают трение, и ты почти не чувствуешь прикосновения лезвий. «Джилет Фьюжн Пауэр Феном», работающий на батарейке. Феноменально комфортное бритье от «Джилет». Что вы обещаете себе в новом году? Закаляться? Заниматься спортом? Проще начать пить «Активель». В каждой бутылочке содержится 10 миллиардов.